Все, всем доброе утро, да, всем бонжур, кло, ботертов, доброго ранку, и мы продолжаем изучать пертей, а вот, поучение отцов, давайте сейчас подождем, пока все подтянутся в наш виртуальный бэтмидраж, да, дом учения, Яков Шатанин, привет, вот мы собрались все вертикальные, не вертикальные, а виртуальные, Мошека Миссарумна смотрится, Эдмака, шалом, всем шалом, Александр, Алек, Ария, Мейстер, Три имени, Александр, Алек, Ария, Мейстер, Здраво, Слоня, Диорни, Ниня, всем шалом, Дмитрий Базанов, Олег Марголин, шалом, все, всем шалом, шалом, и мы начинаем. Значит, сегодня у нас мы продолжаем изучать, нас обучает Гилель, Гилель, и это внук Рабан Гамлеэля, или может быть это даже Гилель, который был Гилель и Шамай, который был до Рабан Гамлеэля, в общем, нам это не так и важно, да, то есть все люди, которые, которые говорили в перте, вот это были, как в разные периоды главы еврейского народа, которые именно возглавляли, они были звенья передачи вот этой вот Торы, которую Машер Абейну получил на горе Синай, и значит, она передавалась, и в каждом поколении, самые мудрые, самые мудрые, самые знающие люди, они говорили разные полезные вещи в перте, вот. Вот. И Гилель продолжает говорить, и эта мечта начинается так. Также он увидел, написано Гулголет, Гулголет это череп, один череп, что он плыл на поверхности воды. Значит, вот Гилель стоял, очевидно, на берегу реки, может быть, море, может быть, озеро, то есть, в принципе, это не важно, важно, что он стоял на воде, которая протекала, и увидел он, что череп плывет на поверхности воды. И сказал он этому черепу. Аль де и тафт и тафух, это на арамейском он сказал, кстати. За то, что тебя, за то, что ты топил, утопили тебя, в эсофо, маатафаех и тафун, но в конце утопившие тебя будут утоплены. Так он сказал этому черепу, и, значит, мы, давайте изучим, что он имел в виду, и какое-то имеет к нам отношение сегодня, как это можно понять, осознать, использовать. Значит, первое, что вообще отличает наших мудрецов, вот, там, например, Гилель, Раби Атива, что они, глядя на любое явление природное, они не просто видели. Вот обычный человек посмотрел, о, череп плывет, а вот кувшинка, а вот тиза полетела, и пошел дальше, да. Но мы знаем, вот еще со времен Раби Атива, что он шел, увидел, как вода капает на камень, сделал дырку в камне, и он посмотрел на эту воду и говорит, «Если вода мягкая сделала дырку в камне, значит, Тора, она вобьется ко мне в голову, да, то есть, если даже вода могла сделать дырку в камне». То есть, наши мудрецы, они учили, они видели, что все в этом мироздании, да, все в этом мироздании, оно очень закономерное и синхронное. И это мироздание, оно создано создателем мира, творцом, это там сверхразум, да, можно так назвать. И все, представляете, как все создано, что все работает, все, вот эти все пищевые цепочки, смена времен года, атомы, молекулы, все эти законы тяготения, гравитации. Это все надо было синхронизировать, создать, и вся эта система работает без остановки. И человек, даже если мы посмотрим на человека, у него все там функции в организме работают, там такой функционал сложнейший. Просто, чтобы дышать, представляете, внутри стоят датчики, которые определяют количество углекислого газа. И как только этого количества углекислого газа растет, оп, человек вдыхает. Как только вдохнул он, тислород, значит, наполнился, да, тислород. И опять датчик следит, когда же углекислого газа станет больше. Оп, больше стало. Опять включилось дыхание, потребление кислорода. Тут, ну, невероятная сложность. И так как наши мудрецы это знали, и они знали, что за всем этим стоит создатель мира, то есть за всем этим стоит вот этот вот Всевышний, да, который это все создал, то они могли из любой вещи увидеть те законы, которые, как Ньютон, возьмем Ньютона даже, да, Исаака. Из тезка, да, Исаак Ньютон. Ему яблоко на голову упало, он бах, закон смирного тяготения открыл. То есть другим людям уже яблоки падают и падают, и яблоки терпичи, и птицы какают. Нет, не открывают законов. То есть, а он от одного яблока закон смирного тяготения. Понятно. Теперь давайте вернемся опять. Елель увидел череп и сказал, что за то, что тебя, ты топил, тебя утопили, и в конце утопившие тебя будут утоплены. Комментаторы отсылают, некоторые комментаторы нам говорят, что вообще это был череп, это был череп фараона. Это был череп фараона, который и дается отсылка на историю выхода из Едипта, где это одно из самых ярких проявлений Бога в этом мире, на котором базируется вообще все. Тора, еврейский народ, иудаизм, и все. Как там было дело? Вы помните, да, что сказали, сказали эти самые астрологи, сказали фараону, что сейчас должен родиться ребенок, который выведет еврейский народ из Едипта. И тогда приказал фараон, что делать? Он приказал, он был самый главный колдун и маг в Едипте. Он говорит всех еврейских детей, что надо делать? Топить в воде. Почему он сказал топить в воде? А он же знал, как работает мир, и он помнил, что когда был потоп, то есть это передавалось у них там по каких-то магической цепочке передачи, когда был потоп, Бог уничтожил все человечество и оставил только Ноаха. И когда Ноах вышел из Ковчега, то Ноах вначале он не хотел ничего делать, потому что он боялся, что Бог еще раз уничтожит мир. И Бог тогда дал знак союза радуга, сказал, больше потопа не будет. И прямо больше потопа не будет. Значит, фараон, зная, что больше потопа не будет, и зная вот этот закон, который мы сегодня изучаем, что все идет в этом мире, все возвращается, все идет мера за меру. Индусы потом назвали это кармой, но мы знаем, что это просто мера за меру. Мера за меру, мера за меру. И там, да, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть все возвращается. И, значит, фараон тоже это знал, и поэтому он говорит, будем еврейских детей именно топить. Именно будем их топить. Почему? А мы уже же отключен этот закон мера за меру. Мы будем их топить, а нам ничего не будет. Так он решил очень хитро сделать. Но, что мы видим потом? Потом было, море раступилось, и дебтяне утонули. Так как же так? А вот так. Бог сказал, что я все человечество не уничтожу. Но отдельную порцию злодея в море я могу любой закон отключить. Потому что Бог, с одной стороны, он создал законы мироздания, природа. И как думали греки, что древние греки думали, что была первопричина, но потом первопричина создала первый мир, а дальше мир развивался только по механической причинно-следственной цепочке. И египтяне тоже так думали, что по причинно-следственной цепочке. Но они не понимали, что тот Бог, который сотворил мир, то есть творец, творческое начало, который вне рамок, вот это вот творчество, это создавать новое. И Бог, вот этот творец, он пришел и соединился с еврейским народом. И он говорит, да, я когда-то установил законы так. Да, отлично. А вот теперь я делаю вот так. И мы сейчас будем изучать, как Белям, который знал, когда Бог гневается, и он тоже проклинал еврейский народ в это время. А Бог остановил этот момент в то время, когда он проклинал, гнева не было. То есть надо помнить, что есть вот это все мироздание, это то, что называется элотим, всесильный. То есть это Бог сотворил все законы, создал их, запрограммировал. И этот мир двигается на автоматизме таком, да. А есть юткей вавкей, это то, что мы говорим, творец, ашем, там, Бог. То есть тот, кто за пределами мироздания, восприятия, формы, ну, то есть всего. Он не бесконечный, необъяснимый, там, ну, то есть все только мы можем сказать, что от слова нет. То есть мы можем описать, что все, что мы можем постигнуть, объяснить и так далее, это не Бог, он за пределами этого. Так тот Бог, творец, он же хозяин законов. Он может в любой момент участвовать и эти законы менять. Понятно? Поэтому фараон на этом ошибся. И вот говорят, что Гелель увидел череп этого фараона. И он ему говорит, за то, что ты топил, ты будешь утоплен. Ты был утоплен, это тебе возврат пошел. За то, что ты топил, ты утоплен. В конце утопившие тебя будут утоплены. Но все возвращается. Те, кто топили тебя, будут утоплены. То есть, теперь возникает вопрос. Возникает очень интересный вопрос. Значит, это второй вопрос. Это первый вопрос, он такой. Значит, Бог сказал Аврааму, что твои потомки, твои потомки, то есть евреи, будут рабами в чужой земле, их будут угнетать. Значит, евреи оказались в Египте, их угнетали не потому, что египтяне хотели угнетать, а потому, что Бог сказал, что евреи будут в Египте рабами, их будут угнетать. Так, египтяне говорят потом Богу, да, на небе. Они говорят, так послушайте, где наша вина, что мы угнетали? Почему нас должны за это наказывать? Ведь нет, ничего в этом мире не происходит без воли Бога. И даже если преступник крадет у кого-то что-то, или там у кого-то случается какая-то неприятность, мы же учили как? Если к тебе пришла неприятность и страдание, проверь свои дела. То есть, на тебе ответственность, то, что ты получаешь, это ответ на твои действия. А как же так, что если человек, другой человек делает ему зло, конкретное зло, там, ограбил, побил, украл, там, и так далее. То есть, тот, кого побили, у кого, кого ограбили и так далее, Тора ему говорит, посмотри на себя, посмотри на свои поступки, проверь свои дела. Но с другой стороны, мы видим, что тот, кто ему сделал зло, он будет наказан. А за что же он будет наказан? Он же, он же выполнял как бы волю Бога, получается. То есть, если от Бога человеку приходит зло, за его поступки, то тот, кто ему сделал зло, почему он должен быть за это зло наказан? Понятно, да, в этой мишне как раз это и разбирается. Он ему говорит, за то, что ты топил, тебя утопили. А утопившие тебя будут утоплены. А за что они будут утоплены? Ведь тебя утопили за то, что ты топил. Значит, это Бог их послал. А если Бог их послал, за что их потом топить? Понятен вопрос? Вопрос очень хороший. Значит, ответ на этот вопрос такой, что то, что Бог его направил, то есть, он сводит вот этих вот двух людей. Один убийца, один убитый. Да? Он их сводит в одну точку, и убийца убивает. То, что его убили, того, которого убили, было, значит, как минимум согласие Бога на это. То есть, его убили, потому что Бог как минимум согласился. То есть, можно сказать, два варианта. Или Бог, ну, уже вынес на небе, да, как бы вынеслась ситуация, суд, что он должен быть убит. Тогда это вообще воля Бога. Или была такая ситуация непонятная, и он вошел в место опасности. То есть, Тора говорит, что есть место опасности, в которое, если ты заходишь туда, ответственность на тебе, твоя кровь на тебе. То есть, есть как бы, ну, вот человек идет, например, там, по краю крыши, да? Это место опасности. Человек идет ночью, есть мишна, мы еще не учили, но будет спирте. А вот, И он идет один ночью по темной дороге. И тот, кто свое сердце, типа, ну, как бы, заполняет пустотой. Он ставит под удар свою душу. То есть, он своими действиями, может, пронесет, может, нет. Но есть такое место опасности, да, то, что называется, куда нельзя заходить. Но давайте еще раз разберем. Вот есть, сказал Гилель, черепу, за то, что ты топил, утопили тебя. Потом утопившие тебя будут утоплены. За что они будут утоплены, если они выполняли волю Бога? Так вот, отвечают, такая, одна из линий ответа на этот вопрос, что Бог свел их вместе. И Мегалгелим, как говорят, Мегалгелим Хава, Алидей Хая. То есть, прикатывают наказание, то, что человек должен получить, через того, кто Хая уже... А, Ямут Амет. Написано в Торе есть там, когда не делаешь, сделайте ограду на крыше дома, или если кто-то упадет, написано Ямут Амет. То есть, умрет мертвый. А? И Поля Нофель, или там, умрет мертвый, есть вот такое выражение. То есть, убийца, которого подогнали под эту ситуацию, он уже был, на него уже был суд смерти, на самого убийцу. И так как на него был суд смерти, то тогда решили так, что ты убей этого, и потом убьют тебя. Вопрос другой, если свобода выбора, нет свободы выбора, мы сегодня не будем, мы сегодня не будем этот вопрос обсуждать, но если мы возьмем эту мишну, под, как бы, подведем глобальный итог, то все возвращается. Все, что ты делаешь, злодеи от злодеев страдают, так и получается. Правильно сказал Георгий Нивня. Злодеи, нельзя сказать, что злодеи, иногда человек, Митхаев бы навшел, вот тут, кстати, интересно, второй вопрос, который на эту мишну задают, он как раз то, что Павел, Георгий Нивня затронул. Вот смотрите, с одним вопросом мы разобрались, то есть, убивает тот, того, то есть, этого должны были убить. За что-то, непонятно за что. Убивает его тот, который уже был на тот момент, ну, то есть, у него уже было много грехов. Он его убивает, и потом убивают его. То есть, так, как бы, система работает. Теперь дальше, дальше есть, и здесь есть интересная метафора такая, что шел человек там в гостинице какой-то, да, он шел себе, шел сверху, с лестницы на него падает другой, и его убивают. Как бы случайно. Теперь, тот, кого убили как бы случайно, потом раскрывается эта вся история, он когда-то другого убил случайно, в этом не раскаялся, все было скрыто, прошло какое-то время, и его убили случайно. но тот, который убил его, да, открыто, или сейчас, тот, кого убили, открыто, ну, то есть, тот на него упал, когда-то убил открыто, а тот, кто его убил случайно, когда-то он убил случайно. то есть, все возвращается, карма такая. Но, это сейчас, давайте сейчас чуть-чуть уйдем в другую сторону, задают второй, очень сложный вопрос, мудрецы, а за что убили первого? Первого-то за что? Если он никого не убивал, то есть, когда даже эта цепочка закрутилась, когда первого-то убили? Если этот вопрос меня когда-то просто, вообще, просто он меня вырубил, да, за что убили первого, если первый никого не убивал? Ну, как Каин убил? Вот, и цепочка сразу раскручивается к Каину и Эвелю. Был Адам Ришон, первый человек, значит, у него было два сына, один Каин, первый старший сын, второй Эвель, и Каин, они оба принесли жертвы Богу, Бог принял жертву Эвеля, Каин начал ему завидовать, это прям человеческая природа в ее, как бы, первозданном виде, да, то есть, два брата, один говорит, о, давай сделаем, проявляет инициативу, давай сделаем жертву Богу, второй говорит, давай, тот, кто проявил инициативу, делает это так, не очень хорошо, он семенально принес, да, сделал из самого плохого, что у него было, а второй Эвель принес лучших барашков, которые у него были, сделал хорошо, Бог принимает жертву Эвеля, Каин расстроился, начал завидовать брату, Бог ему говорит, а что ты ему завидуешь, если ты ему завидуешь, сделай лучше, чем он, что ты завидуешь, что ты себя съедаешь внутри, то есть, сделай лучше, и все, Каин, вместо того, чтобы сделать лучше, убивает Эвеля, да, он решает, что, что мне расстраиваться, и убивает его, то есть, человеческая природа, в ее первозданном виде, но, но, вопрос-то у меня был другой, Эвель, который был цадик, который принес Богу жертвы, из лучшего, Богу понравилась его жертва, и какая награда за это, его убили, это у меня был вопрос, то есть, за что первого убили, у него явно не было вины, у Эвеля какая была вина, сказать, что это карма его отцов, нет, у него был один отец, Адам Ришон, первый человек, какая там карма, то есть, значит, он был цадик, прямо в Торе, прямым текстом написано, что Бог принял его жертву, и Бог был им доволен, и прямо, он лучшее, что у него было, принес Богу, и что, вот эта награда для цадиков, я с этим вопросом замучил раввинов, посмотрел все книги, я помню, и одна линия нашел ответы, что Эвель был на такой высокой ступени, что сравнивали его ситуацию с ситуацией Надав Вавиву, сыновья Аарона, которые принесли Богу не ту жертву, и они, там поднялись на какой-то супер уровень и сгорели, то есть, он, да, его был грех, что он так близко приблизился к Богу, и на том уровне любое там неправильное движение или взгляд уже считается грехом, это была такая линия, но она меня, ну, как бы, чуть-чуть успокоила, но не очень, и потом я в городе Цват, на Песах, встретился с одним очень таким умным человеком, он был когда-то профессор из Технеона Хаевского, потом он начал изучать Кабалу, там, ну, такой он, ну, один из умнейших людей с ним я встречался, и он, значит, я ему задал тоже этот вопрос, он мне объяснил, он говорит так, смотри, говорит, первое, что у людей есть разная привязанность к этому миру, есть злодеи, те люди, которые называются злодеи, у них, для них есть только этот мир, и ничего кроме этого мира они интересуют, жрать, спать, все, что связано с потреблением, и у них духовности нет вообще, у них есть только этот мир, и они к этому миру привязаны, для них слово духовность, Бог, Тора, оно их просто выводит, вообще, они говорят, какая духовность, жрать, спать, и с друг другом бороться, вот наша жизнь, да, все, теперь, и кайфовать, иногда кайфовать, там, разврат, и все такое, теперь вторая категория людей, это люди верующие, но маловерующие, то есть, они утром урок Торы 20 минут, и значит, и все, остальное время, опять же, жрать, спать, и получать удовольствие, да, но они хотя бы уже в каких-то рамках, то есть, они говорят, я верю в Бога, рамки есть, Бог есть, Тора есть, я на пути к духовному развитию, но где-то потом, потом, это путь Каина, то есть, Каин принес Богу жертву из худшего, что у него было, семинар льна, и хотя он был верующий человек, он в Бога верил, он с Богом разговаривал, он приносил жертвы, молился, там, знаете, как есть, есть такие синагоги в Израиле, вязаные типы, такие работающие люди, они, у них соревнования, кто быстрее помолится, аж монастеры, то есть, у них соревнования, именно там, две минуты успеть, ну, то есть, они именно на быстроту молятся, чтобы именно, и помолился, но и время не потерял, потому что работать надо, там, то есть, это такой подход Каина, путь Каина, но, но, при этом они верующие люди, ходят в синагогу, и формально они все соблюдают, для них жизнь этого мира, очень ценная штука, есть третья категория людей, это как Эвэль, это цадите, для них этот мир материальный, ничего не стоит, то есть, для них страдания, нахождение в этом мире, и вот, вынужденное, вот это вот, время пребывания в этом теле, в этом животном, да, вот этот скафандр, биоскафандр, для них это реально проблема, теперь, вот эти вот, отношения к смерти разные, первая категория людей, для них, для них смерть, это потеря всего, то есть, это все для них, это вот эти люди, то, что называется злодеи, вторая категория людей, они больше ценят жизнь в этом мире, материальную, чем духовную, поэтому, для них очень важно, пребывание в этом мире, продолжительность жизни, и так далее, то есть, для них смерть, это реальная проблема, цадите, как был Рафшах, например, который говорил, я в любой момент готов уйти, меня здесь ничего не держит, в этом мире вообще, цадите, такие как Эвэль, Откуда мы это знаем? Он когда понял, что можно Богу принести что-то из этого мира, до этого он даже не понимал, у него идеи не было, что можно жертву дать Богу. Он считал, что все Бога. Какую жертву Богу дать? Дай ему из его, что и ты, и все, что у тебя есть, его. Это у нас будет дальше Мишна. И ему Каин говорит, нет, это мир мой, давай принесем жертву Богу, часть. Он говорит, да я все Богу отдам, меня нету. Эвель это как пара, меня нет. И для такого человека, для цадика, для него смерть это освобождение, уход из этого мира. Теперь, так вот первого убили, да? За что первого-то убили? Ни за что. То есть первый, возможно, он ушел из этого мира. И по большому счету вопрос смерти, он зависит, страшности смерти зависит только от одного, насколько ты привязан к жизни. И когда ты привязан вот к этой материальной жизни, то тогда, чем ты больше к ней привязан, тем тебе страшнее смерть. Чем ты больше понимаешь иллюзорность и как бы временность нахождения своей души в этом материальном теле, тем тебе легче из него выходить. И интересно, что в Талмуде есть такая вещь, что о чем должен молиться Хасид, да? И там разные версии, о чем должен молиться Хасид. И одна из версий, что Хасид должен молиться о легкой смерти. То есть есть 999 видов смерти, и есть самый легкий вид смерти, это как волос выходит из молока, когда душа выходит из тела, как волосок из молока, и все. И самое страшное, это когда душа выходит из тела, как репейник из шерсти, когда полностью зацеплена вообще за все, и вот она вот так не выходит, и держится за это тело, и все, потому что ей страшно уходить. В общем, вот с помощью этой мечты мы затронули важные вопросы жизни и смерти, вопросы мера за меру, вопросы возвращения. То есть, первое, давайте подведем вывод. Все возвращается, мера за меру, любое зло, которое ты приносишь в этот мир людям, оно имеет свойство накапливаться и возвращаться, да? Вплоть до самых страшных, ну, взяли нам на примере убийства, это страшно. Второе, второе, что мы узнали, что три разных вида отношения к смерти, и цадик, он живет радостно, потому что он, первое, не боится умереть. Второе, у него нет алчности и жажды наживы, у него нет ничего, что его бы волновало. И, значит, он спокойно ждет момента перехода в следующий мир, где он подготовил себе все вообще в этом мире. Поэтому он и здесь радостный, и там будет на хорошем месте. Все, удачи, успехов, вот нас снова 100 человек. И, значит, поэтому, поэтому напишите свои выводы, поделитесь с друзьями Светом Торы. Значит, поделитесь с друзьями Светом Торы. И с Божьей помощью, чтобы у вас был радостный, хороший день. И вечная жизнь, вечная жизнь без страха и сожалений. Все, удачи, успехов. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok